Всех приветствую, на связи Стерн, как и обещал, видеоролик по карте Элвер. Обновление 3.27.0. Сами изменения начинаются уже в меню. Можно видеть такой светильник, какой-то предмет, также машина, и если переключаться, можно видеть на заднем фоне большую вышку и баннер с надписью Элвер. Ладно, не буду томить, давайте перейдем на карту. Карта размера Medium и создатель нам знакомый, особенно Ден Эйби, потому что он создавал карту Данго, и, кстати, это прикольная арена, я много рофлов словил, и, надеюсь, эта карта мне тоже понравится. Кстати, она выполнена в режиме Survival, то есть ее можно поставить на сервер и долго по ней гонять. Ладно, давайте зайдем на нее и посмотрим, что она себя представляет. Я родился. Открываем карту и смотрим, что она имеет такую хорошую структуру. Не просто отрисована, а здесь даже есть небольшая такая легенда, указывает, что к чему относится. То есть есть зоны, где нельзя строить, отмечено, где зоны радиации и, самое главное, аэродропы. То есть теперь не нужно какую-то дополнительную карту иметь для аэродропов, достаточно эту открыть и можно увидеть, куда падает аэродроп. С одной стороны, это немного имбово. Я уже заранее пробежал несколько локаций, самое интересное находится в середине, остальное просто голый лес. Иногда что-то встречается, но это довольно-таки редко. Насчет фпс я сразу скажу, что будет проседать. Несмотря на то, что здесь карта размера медиум, что локации сосредоточены в середине, здесь много деталей, карта сама по себе на первый взгляд классная, потому что я еще пока не пробежал ее всю, чтобы составить общее мнение. И мой 10-летний старичок в принципе справляется на средней максималке. Я думаю, наверное, все-таки на средней переключусь и будет тогда нормально. Сейчас решил двинуть в самую южную точку карты, где вот эта большая трасса. Ну, в трейлере, наверное, видели, как на ней дрифтовали. Локация сама по себе тоже неплохо сделана, здесь автобусная остановка есть. Кстати, автобусы очень стрёмные по звуку. Ладно, когда буду уже технику рассматривать, послушайте. Кстати, много кастомных предметов, вот, например, тоже какая-то хрень для крафта. И попадался предмет, который при поднятии просто пропал. Скорее всего, он квестовый, я еще не разобрался, потому что не то чтобы квесты, я еще полностью карту не щупал. Ну, то есть делаю это, грубо говоря, в лайф-режиме. А сразу, чтобы далеко не ходить, встретил вот такой автомобиль на заправке. Заправки, кстати, выглядят бомбически. Может быть, я использовал бы в какой-нибудь своей карте вот именно вот такую заправку. Вот, как видите, сразу просадки. В супермаркете много еды. Блин, походу, все-таки я изи-мод что ли врубил. Ну, ладно, не суть. В подвальчике, кстати, тоже есть интересные предметы, особенно вот это место, связано с каким-то квестом. Вот телепортер и требуется генератор Орды, но их нельзя поставить из-за ограничений карты. То или надо как-то за картой ставить, то или как-то по-другому это обходить. Короче, очень много вопросов. Вернемся к этому чуть позже. Ээээ, хотел бы я сказать, что это военочка. Нет, это блокпост. Кстати, он тоже по-интересному выглядит. И здесь есть новые такие вот коробочки. Действительно классно выглядят. Мне нравится. Кстати, здесь еще рофенные скины есть в виде башни КВ-2. Ну ладно, не суть. Здесь я поднимаясь по ящикам, увидел такие странные мишени. Это просто капец. Вот, они выглядят как кепки. Блин, походу нужно построить лагерь для тренировки убийства маслят. О, нифига, 5 экспы дают. Нифига, вот это мишени. Свертом немножечко повезло. Сейчас посмотрим с высоты, что у нас тут. Кстати, прикольные горы вдалеке. Сразу заморачивались над бэгграундом. Ну, судя по тому, что в середине только все локации, а в остальном лес, то это немного, конечно, огорчает. Хотелось бы. Хотя есть на окраине одна локация. Очень довольно-таки странно. Я покажу в видеоролике. Там везде туман и какие-то зомбаки в капюшонах стоят. Кстати, там отличная снайпа спаунится. Вот, кстати, эта локация. Она очень такая мрачная здесь. Такой туман, из-за которого ничего не видно. Все зомби практически имеют невидимость. И одежь, кстати, прикольная здесь спаунится. Смотрится хорошо с рунической кофтой, которая мне недавно выпала. В общем, мрачноватое место. Оно мне очень понравилось. И здесь есть крутая вот такая снайпа. Выносит просто на раз. На кепках пока еще не проверял, но думаю, представится такая возможность. Конечно, самое странное для меня это вот эти летающие дома. Там находятся телепортаторы, и не всегда видно, как в него залезть. А здесь я использовал вертолет, но все-таки потом я посмотрел с высоты, что можно забраться через крышу дома. Ладно, я об этом... Короче, позже я покажу, как в это здание залезть. А сейчас, наоборот, нужно попасть. Вот с помощью третьего вида я чекаю, где здесь можно пройти. И вот здесь козырька можно запрыгнуть. Прикольный шарик, хорошо я его подобрал на этой рыбацкой ферме. Поэтому запрыгиваем внутрь и смотрим, что здесь есть телепортатор. И опять требуется генератор орды. Тоже какая-то интересная булава. Взял, бьет как бита. Ну, просто моделька измененная. И капюшон, который обычно спавнится в той долине. Смотрится довольно-таки прикольно. Конечно, не зеленой броней. Но да ладно, не суть. Поменяем эмоцию на какую-нибудь такую... Нитрайную, либо злобную, да. Вот, само то. И здесь у нас тикают часы. Разбить их невозможно. Иногда они бесят. Можно сделать какую-нибудь темную комнату и запихотеть часы, чтобы они раздражали. Вот сам телепортатор. Какая-то вещь. И требуется опять генератор орды. Эх, чуть не забыл показать, как сюда забираться. Вот здесь есть такие камни. Вообще, нужно залезть в этот дом. Сейчас я покажу на карте, где точка. Поставите на паузу и посмотрите. Забираемся на второй этаж. Вот лестница есть. И также по камням прыгаем в то здание. А не как я. Ищите вертолет или прописывайте себе вертолет, если вы одиночки. Еще на мапе есть место без названия. Находится оно здесь. Вот лежит вертолет. И с него можно слить бензин. Очень интересное решение, на самом деле. Хоть не какой-то там бесполезный предмет. Я думал, это все типа. А нет, оказалось, здесь много оружия спавнится. И вот такой типа дельтаплана. Сначала я подумал, что это парашют. Ну, можно, в принципе, как парашют использовать. Неплохо, неплохо, кстати, выглядит оно. Правда, по сравнению с персонажем, какой-то это слишком дельтаплан маленький. Но это же антернет. Ему все простительно. Походу, в этом видосе я не заткнулся. Потому что здесь действительно много всяких мест. Эта карта поначалу вызывается только эмоцией. Вот тут такой небольшой фишер-бар. И сразу, если отойти подальше, можно встретить локацию, которая называется госпиталь. Ну, госпиталь, госпиталь, скажите вы. Но вы просто сами сейчас посмотрите. Здесь так проработаны круто палаты. Я не видел даже такого на каких-то крутых РПС-серверах. То есть, там обычно пара кроватей стоит. В лучшем случае NPC и все. А здесь прям такие вот, я не знаю, как в американских, что ли, каких-то палатах. Ну, классно очень расставлено. Сам вот этот дизайн и госпиталь, он просто громадный. Я его облетал со всех сторон. Здесь есть вот такой переход. И мне эта локация очень понравилась. Вылетая из госпиталя, меня заинтересовал вот этот островок. Решил чекнуть, что за мельница. Походу, это какая-то отсылка к арте Данго. Там много таких штук было. И самое главное, что я видел, ну, кроме, естественно, пушки и вот этого здания, что здесь можно поиграть кастик и нолики. Насчет летающего острова я не особо хочу спойлерить, потому что львиная доля контента сосредоточена именно там. Там есть фишки и, наконец-то, я понял, как эти квесты пройти спустя столько времени. По поводу трех локаций, которые я не обошел, но на самом деле их там больше. Это всякие мелкие парки там, площадки. Большой торговый центр. Кстати, где у нас там еще торговый центр был? Уже забыл. Но, действительно, там большой торговый центр, где есть кристаллы. Кстати, с кристаллами тоже отдельная фишка. Можно улучшать свои строения ванильные, то есть, можно сделать кристальные. Это вообще было круто. И я еще забыл про локацию, то есть, метро. Много всяких систем метро. И можно выполнить квесты на поиски карт, чтобы получать доступ к открытию этих дверей. То есть, нужно еще противогаз, потому что все это под радиацией. Очень много всяких квестов бомбезных. Особенно квест с вышкой. Это я точно знаю. С карточками, с поиском плакатов, с убийством кучи просто зомби. Короче, я, наверное, думаю сначала разобрать технику, потом оружие. И если будет интерес по квестам, наверное, отдельно можно записать какой-то видеоролик по квестам. Может быть, я устрою какое-то голосование в группе. Ну а с вами был Астерн. Спасибо за просмотр этого летсплея, потому что по-другому это никак не назовешь. Ставь лайк, подписывайся на канал и следи за новостями. Пока. Субтитры подогнал «Симон»